здравствуйте друзья вопрос читаю зачитываю меня зовут дмитрий я из россии город саратов благодарят наш за канал значит являюсь вашим подписчиком с большим интересом внимание смотрю видео спасибо большое и так далее вот начинается сам вопрос я все чаще задумываюсь о теме переезда в сша на пмж и меня волнует вот какой вопрос как вы считаете на ваш взгляд иммигрант приехавшие жить в другую страну сможет ли себя со временем ощущать полноценным членом общества в полной мере ассимилироваться в чужой стране и новой культуре с ее обычаями традициями и менталитетом не быть изгоем социально изолированным от остального американского общества и коренного населения страны знаете мне вдруг вспомнился рассказ русского писателя александра беляева ходите-тойте в котором профессор вагнер изобрел прозрачный шар для безопасного путешествия по джунглям так вот не попадает ли каждый иммигрант образно выражаясь в такую своеобразную сферу невидимую стену которая надежно ограждает его от местного общества и окружающей социально-культурной среды но который возбудит не он сам а сама эта среда и определенные независящие от него обстоятельства в которой он все равно не сможет стать полноправной ее частью несмотря на все его стремления и усилия вырваться из этого заколдованного круга хочется найти достойную хорошо оплачиваемую работу обзавестись собственным жильем легко и то и другое как бы ничего ничего такого сильно проблематичного не вижу пока найти друзей среди американцев и полноценно интегрироваться в американское общество но тут зависит от того что такое полноценная интеграция но как вы считаете насколько это реально или все же в полной мере не удастся все-таки не хочется себя ощущать там человеком второго сорта а жить достойно и быть уважаемым человеком я понимаю что очень многое зависит от самого человека от его усилий но ведь присутствуют еще и внешние силы которые преодолеть подчас мы не в силах мой близкий друг вместе с семьей переехал в германию в девяносто девятом году по программе переселение немцев по волжье у него мама по национальности немка прожившая много лет в россии он родился и вырос здесь вскоре после карты переезда в германию они получили немецкое гражданство отлично обустроились все у них хорошо наладилось финансовом бытовом плане но по прошествии стольких лет он твердо убежден что они так и не стали полноценными членами немецкого общества осуществляют себя чужими несмотря на полученное гражданство германии столько лет жизни там может быть это судьба всех эмигрантов остаться чужими белой вороной независимо от происхождения страны пребывания вот что меня волнует больше всего ощущение остаться чужестранцем навсегда вы живете в америке уже долгое время много общаетесь с разными людьми в том числе с большим количеством эмигрантов из других стран хочется услышать ваше личное мнение по этому вопросу что тут сказать друзья вопрос понятный я думаю что как бы опасения очень разумные и ну как бы каждый и каждый из нас спрашивает себя вот попади я в другую страну смогу ли там полностью так сказать абсолютно в лице и так далее я вам скажу попробуйте приехать там скажем из магадана я не знаю куда там смоленск давайте тоже быть есть люди которые там вместе в школу ходили там знают друг друга по 30 по 40 по 50 лет там идут и тут я поэтому вообще проблема адаптации в какой-то непривычной среде она такая как сказать существует всюду в америке люди которые родились в америке и выросли в америке они говорят что у них проблема там при переезде из одного штата в другой но сейчас может быть меньше сейчас народ так движется активно а так вот лет 20 30 40 назад там 50 вот он приезжает поменьше из техаса у него акцент из нью-йорк приезжает у него акцент но нью-йорк я там техасский а вот вы вы наверное по русски смотрели фильм форест гамп а вот здесь если бы его послушали там на английском я не знаю как перевод был сделан но как когда он по-английски там ему говорят там ты кто вообще откуда взялся он говорят форест гамп вы если будете так говорить то как бы значит ну ну да все будут слышать и может быть вы не обязательно там будете хорошо адаптироваться стоит в том смысле каком вам это лично кажется что вы хорошо адаптированы или плохо здесь на самом деле колоссальный субъективизм присутствует понимаете то есть вот я например там живу в стране так и чувствую себя адаптированным в той мере в какой мне это вот важно если бы мне нужно было как-то еще больше адаптироваться наверно я чтобы что-то делал бы для этого но вот я абсолютно самодостаточен а кто-то вот он ходит там и пытается говорить по-английски так чтобы вот у него не было акцента это можно всю жизнь на это положить но разве дело в этом разве адаптированы это который без акцента говорит а вы посмотрите на людей которые родились в америке выросли в америке и вот они не то что в гетто но вот они жили и у них родители никогда не получали там больше чем в сегодняшних деньгах там я не знаю там 10 долларов в час 8 долларов в час разве они адаптированы в своей стране разве они в своей стране могут купить там ну я не знаю жилье там новый автомобиль поехать куда-то отдыхать хорошо там да нет они не могут они они конечно где-то живут и они конечно где-то там на чем-то ездят и они могут взять там какой-нибудь вагончик или купить его или в аренду взять этот вагончик прицепить своему автомобилю поехать там на озеро куда-нибудь встать на автор в трейлер парке и там рыбку половить и так далее но и в америке полно людей которые никогда в жизни не могли купить себе новый автомобиль но они адаптированы ну ну как или они не адаптированы то есть с их точки зрения наверное у них все нормально поэтому друзья американцы а что вы знаете такого об американцах чтобы вам хотелось с ними дружить но ну вот правда то есть они они на самом деле очень разные безусловно среди американцев есть такие с которыми вам было бы наверное интересно дружить им и им было бы с вами интересно дружить это очень открытые симпатичные люди с ними легко дружить они не лезут ваши личные дела они не дают вам советов которых вы не спрашиваете вот они очень корректны они уважают личное пространство человека то есть может быть может быть даже с вами им сложнее чем чем вам с ними но вопрос в том что если вы хотите дружить американцы только потому что это для вас является каким-то индикатором вашей адаптированности в стране то это какое-то знаете королевство кривых зеркал ну то есть какой-то критерий у вас неправильный с моей точки зрения субъективно с моей точки зрения это критерии неправильно но вот было сказано я хочу давать хорошую работу зарабатывать да вам не помешает ни акцент и не абсолютно ничего такого вы хотите купить дом абсолютно вам никто не вам вам никто не откажет там в покупке или продаже дом потому что у вас акцент или потому что вы родились не в той стране 20 процентов американцев 20 процентов жителей страны родились вне соединенных штатов каждый пятый многие из них может быть родились там когда маленькими были и они говорят может быть и без акцента и может быть они здесь образование уже получили и так далее но но вот представьте себе в стране с населением 300 там 30 миллионов за последние там 50 лет когда изменилась иммиграционная политика это было в шестьдесят шестом году когда изменились приоритеты иммиграционной политики приехала 100 миллионов иммигрантов 50 лет большой срок безусловно из тех кто приехал там 50 лет назад наверное многих уже и в живых то нет только если они детьми бы и из тех кто приехал 40 лет назад тоже но я просто вам показываю масштаб этого всего я даже не говорю про нелегальных там 11 миллионов это это отдельный разговор но эта страна иммигрантов вот там шел разговор про германию вот значит там люди фолкс дойче да которые где-то живут немцы живущие вне германии их много было вот сейчас из румынии вот недавно была волна там уезжали люди вообще австро-венгерская империя на этом она включала много стран там тоже селились немцы и соответственно вот екатерина 2 приглашала немцев они селились по волжье много немцев было на украине до второй мировой войны так вот почему я рассказываю к тому что они вернулись в германию значит там мама немка знает ли мама немецкий язык мы не уверены да то есть она может быть даже и и не знает немецкого языка если она немецкого языка не знает значит ее сын который только наполовину немец может быть тоже не знает и то что у них есть паспорт и то что они граждане там и все такое не делает его ну как бы немцам то есть я вас уверяю что есть немцы приехавшие из там того же казахстана там и так далее куда их раскидала там по советской стране которые до немцы которые выросли с немецким языком со всеми делами я помню когда мы уезжали в шереметьево в аэропорту шереметьево точнее бы даже еще не уезжали сами мы пошли провожать кого-то это было за несколько месяцев до нашего отъезда ну грубо говоря 1990 год где-нибудь лето может быть осень 90 года и мы пришли в аэропорт шереметьево а он такой был знаете праздничный красивый сказочный аэропорт раньше по западные постройки такой был супер дюпер вообще для советской страны это было нечто и там значит в тот момент когда я туда попал вот вот в это время он был как даже никак не знаю как назвать странное такое место то есть там весь аэропорт был завален ящиками громадными солидными из хороших досок какими-то ящиками с ручками там были немцы сотни человек сотни которые несколько дней жили в аэропорту вот немцы репатриировались они жили там в этом аэропорту почему не негде было жить и они там вот я пошел в там в туалет они там в туалете там чек но он не душ принимал но он до пояса разделся и весь там значит там мылся под краном соответственно туалеты были ну не в таком состоянии как они были когда-то и они говорили по-немецки я как бы я изучал немецкий язык я безошибочно отличаю я даже более-менее понимаю когда люди говорят значит они говорили по-немецки они говорили немножко с таким диалектом не непривычным для меня тогда значит вот нас нас учили тому что в советское время когда учили это было либо вот хох дойч вот как в австрии говорят либо может быть немножко берлинский диалект у меня мама говорила с берлинским диалектом она выросла среди немцев не суть отдельная история и и вот они как-то говорили там по-немецки давайте это были люди они друг с другом по-немецки разговаривали это были немцы они ехали в германию да у них акцент да у них что-то но они мозгами немцы поэтому ваш друг поехал туда фактически он не был немцем он как бы примазался но в легитимном плане примазал да вот он вырос там в россии он был фактически русским ну русским немцам или там русским полу немцам полу немцам полу русским полу украинцам кем он был я не знаю точно но он приехал при этом еще в мононациональное государство в котором нет такого как скажем сша или в канаде или в австралии где просто страна иммигрантов приехал заходи там все свои там такого нет там ты приехал вот тебе тут место вот тут сиди это европа это может быть сколько угодно иммигрантов но у них есть свое место в америке такого нет пожалуйста хоть ты кто будь первая волна вторая треть вторая треть там уже не отличишь но даже первая волна посмотрите сколько там владельцев компаний на очень высоких постах в компаниях люди посмотрите что творится вот войти индустрии например сплошь и рядом поэтому это барьеры которые человек себе устанавливает сам американское общество даже если в нем и есть барьеры ну вот есть люди там допустим и есть такая линия там старые деньги или и новые деньги вот те кто заработал миллиарды там за последние там 10-15 лет но скажем айтишная индустрия а есть люди которые заработали свои миллиарды там уже сто лет назад и и так далее там морган и ротшильды там я не знаю оппенгеймеры и вот есть старые деньги есть новые деньги вот как бы старые деньги к новым относятся немножко с высока там если если вы книжки почитаете как на самом деле я не знаю пошли в таких кругах не вращаюсь но но вы не дорастете до этого уровня скорее всего на том уровне на котором вы будете то есть прилично оплачиваемая работа дом там путешествия там все дела господи ты боже мой но еще зависит от вас в частности то как вы относитесь к людям как вы относитесь к стране чего от них хотите что вы готовы им предложить и существенно зависит от того куда вы собственно поехали где вы живете если вы приедете вот туда где я сейчас сижу за рулем так вот еду по дороге так здесь не 20 процентов родились за пределами здесь человек который без акцента говорит в общем-то но не то что редкость найти но не так много поэтому вы здесь будете просто как все то же самое в нью-йорке громадный город но там очень 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 много иммигрантов а можете поехать в деревню там где вообще иммигранты и не видели может быть они к вам будут как-то относиться осторожен я не знаю хотя говорят люди что такого вроде нет хотя истории разные есть бывают разные истории я думаю что в значительной степени это определяется не тем куда ты попал вот в деревню эту или в деревню ту но просто как человек себя ведет поэтому если он попал такую маленькую узкую комьюнити и он хочет стать частью этой комьюнити значит он как все значит он ходит в церковь куда там они все ходят вот он туда ходит если он хочет ходить допустим русскую православную церковь он может ходить в русскую православную хочет синагогу может ходить синагогу но тогда у него появились там в мечеть может ходить там где есть но тогда у него возникает вот некий круг и он адаптируется в рамках этого круга если он хочет ко всей стране адаптировать как так в широком таком плане но наверное он должен быть каким-то там протестантом я не знаю там вот я сейчас был в мичигане вот это место где вы там были там очень много адвентистов поэтому ты становишься частью какой-то комьюнити и вот это вот ощущение того что ты адаптировался в значительной степени происходит потому что ты влился в какую-то группу и эта группа дает тебе это ощущение если ты живешь сам по себе если ни в какую группу не ходишь если ты скажем там от соотечественников ты шарахаешься вот я не знаю от религиозной части ты шарахаешься я в церковь не хожу я в русский магазин не хожу я там детей я не знаю там русскому не учу и как бы вот я стараюсь так вот вот там где одни американцы но американцы же так не ну то есть не то что не живут но по-разному же вот но если вы попали в какую-то маленькую такую комьюнити местность такой то они они живут как маленькая местность и у них понятие как комьюнити понятие быть принятым и там ни быть принятым совсем не такой как большом городе большом городе быть принятым тебе никто не резьер твои дела и тебе уже хорошо поэтому даже я не знаю чего вам сказать То есть я понимаю страхи, я понимаю переживания, но я считаю, что это какие-то гирьки, которые вы себе навесили на пути к эмиграции, вы сами их себе навесили, эти гирьки, и они будут вас тянуть назад, вы с ними далеко не убежите. Если вы будете успешность свою измерять по факту наличия друзей американцев, я считаю, что это неправильно. Но для меня неправильно, а может быть для вас это единственный важный критерий. Вы должны себе как-то, знаете, еще определиться, все-таки что важнее, допустим, хорошо зарабатывать и иметь дом там и так далее, или, например, иметь друзей американцев. Какой-то приоритет должен быть, потому что иногда бывает так, что не всегда это совмещается. Но в принципе, друзья американцы, как целенаправленное какое-то действие, ну можно и так, можно ходить в такие места, где собираются американцы и с ними там задруживаться. Ну конечно, если вы пойдете в такое место, где американцев нет, вы с ними точно не задружите. Если вы будете работать там в русском строительном бизнесе, там где нет никого кроме русских, вы безусловно кроме русских ни с кем не задружите. А будете работать в мексиканском, значит задружитесь с мексиканцем. Такая вот тонкая штучка интересная, неожиданная, да? Поэтому я думаю, что это должно происходить естественным образом, не как вот цель такая, вот хочу дружить с американцами. Мы когда приехали, я помню, что нам тоже хотелось, вот мы судили степень адаптированности людей, которые здесь живут, ну с отечественниками. А вот есть ли у него друзья, американцы, вот нам тоже казалось, что это какой-то важный такой момент. И у нас были, ну хорошие знакомые были, мы там могли с ними собираться, встречаться, болтать на разные темы. Они не шарахались от нас никак, им интересно было. Но в какой-то момент мы как бы для себя поняли, что нам комфортнее с людьми, с которыми у нас много общего. Я вам больше скажу, когда мы как-то более-менее так оказались в состоянии, когда мы могли абсолютно свободно выбирать, с кем дружить там и так далее. Оказалось, что в основном-то это люди вообще из Москвы, то есть даже из советских эмигрантов, которые... А что, например, Киев или Питер или Кишинев, что за проблема такая, или Минск? Нет проблемы. Но оказалось, что среди людей, с которыми мы так регулярно общаемся, существенное большинство людей из Москвы, мы из одного города, у нас есть какие-то такие вещи, о которых мы можем поболтать. И я не хочу сказать, что мы о Москве болтаем, нет. Мы болтаем о чем-то, но вот общее прошлое, которое у нас в этом плане есть, оно делает более комфортабельным вот это общение. Вот, собственно, и все. Поэтому, как человек, который прошел эту дистанцию, пробежал, пронесся и, в общем-то, чувствует себя нормально, я могу сказать, что такой задачи у меня, например, сейчас нет. А если у кого-то есть, так я не против, я нормально к этому отношусь. Ну, все в ваших руках. В этом вопросе было очень много такого про внешние факторы, что вот не помешают ли... Давайте я разверну как-нибудь на себя, может. Так, ну-ка, если дверь открыть, света больше, да. Не помешают ли какие-то внешние факторы? Вот вы, вроде, все, а внешние факторы вам мешают. Нет, нет. То есть, если вам что-то помешает, то только вот в вас лично. Может быть, вы не можете этим управлять, может быть, вы даже не понимаете, что это в вас сидит и отталкивает кого-то. Это тоже отдельная статья. Но не то, чтобы извне какой-то вот есть заговор, или там неприятие, или какое-то отторжение, что-нибудь такое, я не видел. Как вам комфортно? Я могу сказать, что у нас есть друзья, которые... Мы дружили еще в советское время. Со Светланой девочка училась в одном классе. И они уехали, им было лет 20-21. А потом уже мы там через какое-то время, нам было 33-34, мы по Италии с ними путешествовали, если вы их там тогда видели, в наших итальянских воспоминаниях. Так они гораздо больше адаптированные. Вот они смотрят, например, они не будут смотреть там какой-нибудь советский фильм старый. Или, например, они если будут слушать музыку, то это будет музыка американская. И я вижу во многих таких деталях, они как бы в гораздо большей степени приобщены к этому. Но вот приехали моложе на 15 лет. Поэтому я не знаю, сколько лет там человеку, который вопрос задает. Я, может, я не дочитал там чего. Вот. Но еще раз, это ваш выбор. Это ваш выбор. Хотите слушать такую музыку, слушайте такую. Хотите там Пугачеву. Слушайте Пугачеву. Сейчас любой канал, там есть на интернете телевизионный. Я не вижу здесь возраста. Вот. Так что пойду я. Мне наопойтнуть надо. А вам всего хорошего. И что все наши проблемы были такие, как поиметь друзей американцев. Понимаете? Это не первостепенная вещь. И по моему опыту, я могу только о своем судить. Ну, еще сколько-то людей, которых я вижу. Никто не почувствовал себя хуже из-за того, что друзья у него, вот, допустим, там из СССР бывшего, да, вот, как мы, как мы тут все приехали из России, Украины, Молдавии, Беларуси и так далее. Я не знаю. Но вопрос понятен. Я сказал уже, что нам это близко было в тот момент, когда мы ехали, когда приехали и так далее. Я помню, когда мы еще были в Москве, там кто-то показывал фотографии, вот там кто-то из наших там в Америке. И там описание, с кем он там рядом стоит на фотке, там пять человек, шесть человек. И он говорит, смотри-ка, вокруг него-то все русские, значит, американцы их не принимают. Я хочу сказать, да нет, ну, просто им так комфортнее. Да, сейчас я уже хорошо это понимаю, тогда это не принимают. Все, ребята, счастливо.